так продолжаем заниматься над созданием нашей силиконовой формы разделительный слой нанесен силикон затвердел по периметру все подрезали подровняли все торчашки убрали сейчас берем смолу я уже замешал кистью кисть на этот раз не подрезаем это не надо когда делаем жесткий кожух кисть подрезаем только когда я сделаем наносим силикон это стекла рогожа первая часть будем то есть выкройки сделал таким образом чтобы они ровно-ровно ложились и сейчас разверну покажу что он делать так видно не видно и надо эту часть убрать вот так в общем сейчас одеваем обязательно перчатки работаем в перчатках дальше при помощи кисти наносим нашу смолу на стекла рогожу смола эпоксидной не имеет запаха почему стекла рогожа а не стеклоткань дело в том что стеклоткань пропитана специальный состав который держит ее волокна и когда вы наносите полиэфирную смолу она разъедает эти связи то есть в результате полиэфирная смола пропитывает стеклоткань у нас же эпоксидная смола она таким действуем свойством не свойствами такими не обладает то есть она не пропитывает стеклоткань поэтому мы используем стекла рогожу у которой расстояние между нитями значительно больше и она скорее всего ничем не пропитана никакими составе так сейчас пытаюсь повернуть камеру этом ее не замазать вот так теперь просто накрываю нашу силиконовую часть той стороной на которой наносил нашу эпоксидную смолу и при помощи метода тампонирования делаю так чтобы она максимально повторяла контур наши нашего силиконового вкладыша вот так продолжаю дальше все то же самое процесс повторяется быстренько ложу наношу смолу на на вот такую небольшую модель высотой где-то примерно 15 сантиметров уходит около 200 грамм смолы замешиваю я больше потому что работаю до несколькими моделями одновременно и снова укладываю нашу смолу таким вот образом стараясь выгонять те пузыри которые образуются под нашей стеклорогожей так углы на углы тоже обращаем внимание желательно что там тоже не образовалась пустота их тоже все там планируем не так набираем по периметру очень важно то есть при дальнейшей установке нашу форму замков необходимо будет забегая вперед наш жесткий кожу сделать два слоя как минимум одного слоя будет недостаточно заклепки и замки не будут держаться если у нас всего будет один слой сильно тонко и во в том что эпоксидная смола она не имеет запаха но она хрупкая и один слой будет она будет ломаться два слоя будет достаточно уже жесткость жесткостью обладать чтобы и не ломаться и держать форму то есть форму на держит лучше чем полиэфирка но она хрупкая полиэфирка если более эластичная нагнется то есть есть возможность прогибаться деформироваться и и деформироваться и возвращаться свое первоначальное положение то эпоксидная смола как правило очень жесткая и очень хрупкая соответственно поэтому здесь надо минимум два слоя сделать сейчас сначала ложим один слой по периметру потом второй еще один такой интересный момент желательно чтобы не с небольшим перехлёстом ваши каждый слой ложился на предыдущий это дает дополнительную жесткость из одно укрепляет углы тоже плюс в общем для этой формы я вырезал стеклорогожий квадрат 220 на миллиметров на сколько же там было на 180 минут 170 метров и положил его на основании наш на сам силиконовый вкладыш да и здесь получается у нас взял по максимум 220 размер и ширина у него получилось 110 и укладываю на края и укладываю на края вот те которые вожу кладу на кого на края их надо получается они 4 а 8 мы же в два слоя укладываем здесь одного слоя достаточно потому что еще наша смола стечет сверху вниз и будет здесь достаточный слой нас видно вертикальных поверхностях нам надо уложить два слоя теперь делаю с небольшим перехлёстом то есть чтобы наши углы более много прочнее дальше что делаем 5 можем опять накрываем 5 можем опять накрывает уже 8 минут до прошло с начала видео но это достаточно быстро я считаю за 8 минут сделать жесткий кожух до почти сделать сохнуть наша смола будет примерно сутки то есть нанесли и вернулись только завтра еще очень важно чтобы ваши стекла рогожа когда вы укладываете имела прозрачный вид это показатель того насколько она пропиталась то есть если она полностью слилась с цветом эпоксидной вашей смолы и и практически не видно белая значит она насквозь пропитана если она насквозь пропитана значит у вас получился очень хороший композитный материал однородный слой вам обеспечен показатель того чтобы молодец и у вас все получилось не белая она осталась не прозрачная не блестящая не блестит она а именно матовая не имеет цвет вашей смолы смолы вот вот 1 1 2 2 2 получается за раз я уложил два слоя когда мы пользуемся эпоксидной смолой здесь это не критично потому что время ее затвердевания растянута на сутки с полиэфиркой пришлось бы наверно подождать хотя два слоя тоже для нее не критично полиэфирка говорил она очень имеет резкий запах токсично и работе я бы не советовал а так все мы жестким кожухом закончили по максимум стараемся убрать и торчашки чтобы дальнейшем не зацепиться за них руками не порезаться вот ждем когда все это дело затвердеет после чего как она затвердеет мы ее разметим и лишнее отрежем все торчашки болгаркой ты можно будет уже дальнейшем устанавливать замки но это все после это я покажу потом сейчас ждем когда подсохнет наша смола это будет уже завтра перестала сделать замалок с ним четко выручить